Всем привет! 17 часов в Москве и Киеве, это значит, что самое время для программы «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлид-Гильдеев, и как я уже начал делать в прошлом выпуске, вначале коротко о тех темах, которые мы не успели обсудить, я их заявлю, а в конце, после беседы с Дмитрием Львовичем, немножко подробнее поделюсь с вами своим мнением, и не только мнением в случае сегодняшних двух историй, но и определенным инсайдом, который у меня имеется. Итак, задержан Тимур Иванов, заместитель министра обороны. Подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, это получение взятки, задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия. Кошелек Сергея Шойгу, правая рука Сергея Шойгу, как только Тимура Иванова не называют. В Минобороны он лично курирует все стройки и отвечает за так называемое восстановление Мариуполя. Сначала их армия подчистую сносит город, тысячи трупов, братские могилы. А потом там вальяжно прогуливается Тимур Иванов и говорит, как классно он построит мариупольцам бассейн и новый парк. Ну а также расскажу, почему стоит знать имена двух его жен по совместительству светских львиц. Сегодня я немного рассказала о вечерней моде и показала маленькую часть своей коллекции вечерних платьев. Нам есть еще чем с вами поделиться. Ну а прямо сейчас программа «Навигатор» разговор с Дмитрием Быковым о самом важном. Поехали. В России начинается некоторое прозрение. Мы думали, что после советского настанет русское, а после советского настало мертвое. Становится видно, что Путин фигура не того масштаба. Самым надежным критерием фашизма являются самые громкие обвинения в фашизме всех оппонентов. Происходит в России растождествление Путина с Отечеством. Эта война не отечественная, это война путинская. Это мучительные попытки вампира пересесть на другую диету, менее кровавую. А ничего не получается. Империя, по всей видимости, действительно должна умереть. Чрезвычайно рад приветствовать Дмитрия Быкова в эфире программы «Навигатор». Здравствуйте. Здравствуйте, все. Здравствуйте, Ренат. Я знаю по себе, что 38 лет – это нелегко. 37,5 лет – это считается таким роковым, как вы знаете, для гений числом. Вот вы уже пережили большинство трагических гений и начали новый круг. Желаю, чтобы этот круг, во-первых, разорвал цикл, потому что циклической истории уже хватит. И показал вам нечто совершенно необычное, как тем нам. И главное, понимаете, вот очень многие жалуются на упадок, на отсутствие жизненных сил после этой семьи. Желаю, чтобы у вас был один новый фонтан жизненных сил. Ну и один из подарков мне на день рождения сделал американский конгресс. И непосредственно 20 апреля проголосовал таким мучительно. Полгода мы ждали этого голосования за пакет помощи Украине. Наконец-то. Как вам кажется, этого достаточно будет для того, чтобы Украина хотя бы ненадолго выдохнула? Вот, понимаете, ненадолго выдохнуть – это далеко не тот результат, который можно было бы назвать положительным. Я совершенно не хочу отравлять праздник ни вам, ни Украине. Но, в общем, праздника-то нет никакого. Все равно, ну, более-ненадолго мне близка точка зрения Пастухова, которая правильно говорит, что и хочется утешить, но у нас другая профессия. Разумеется, это поможет Украине не проиграть. Разумеется, мы до сих пор не знаем и даже для себя не формулируем окончательно, что могло бы восприниматься как победа. Выход на границы 1991 года, очевидно, что ни этого блока, вот 61 миллиард, ни какого-либо другого блока здесь недостаточно. Потому что, прежде всего, Россия много раз уже сказала, и не Россия, а Путин, разумеется, что для российской стороны, назовем это так, экзистенциальная проблема не допустить выхода на эти границы. Донецк и Крым – это то, с чем Россия никогда не пожелает, по крайней мере, пока же Путин не пожелает расстаться, и для нее это критический рубеж. Совершенно очевидно и то, что для успешного контрнаступления, видимо, 61 миллиард сейчас – это не та сумма, потому что это только-только залатать дыры, не дать посыпаться фронту. Сейчас, понимаете же, мне кажется, довольно точна пастуховская формула – не дать посыпаться фронту и не дать посыпаться тылу. То есть, эта война идет до тех пор, пока не случится первая революция, у кого не произойдет первый переворот. Мне кажется, что шансы Украины выстоять в этом плане выше, потому что в России постепенно начинает до многих доходить. Я вот, кстати, понимаете, я хотел бы я известным образом перевести разговор об американской помощи. Нет слов, конечно, то, что они, наконец, приняли это решение, там даже Трамп несколько переобулся – это сдвиг положительный. Но нельзя не заметить, что в России самой в это время намечается определенный сдвиг. Сдвиг довольно важный. И почему я об этом подумал? Я перечитывал свежеопубликованные письма из Симоновского архива. Симонов, сам будучи военным журналистом, на письма журналистов, особенно фронтовых, всю жизнь старался отвечать. И вот ему там пришло письмо, пересмотрел ли он свое отношение к Сталину. Это задолго до книги «Глазами человека моего поколения». И это конец 60-х. Известно, что Симонов упорствовал в своем сталинизме дольше других. Корректор просит вырвать прочь из текстов и строчек имя Сталина, но он не может мне помочь с тем, что в душе оставлено. Это после 20-го съезда написано, после 56-го года. И Симонов отправил себя тогда в добровольную ссылку, он там два года в Ташкенте проработал, выдавая это за Апалу, но Апалу была своя собственная. Он не мог примириться с разрушением сталинского идола. Он был сталинским любимцем, все это знали. И вот, мне кажется, в России начинается некоторое прозрение. В России начинают догадываться, что 41-й год был временем, когда Сталин отождествился со страной. А вот отождествления Путина со страной не происходит. И знаменитый лозунг, что конейные переправы не меняют, поэтому надо переправу сделать вечной. Я думаю, что этот лозунг обнажает некоторую фальшь. И становится видно, что Путин фигура не того масштаба. И если это в 41-м году была война России с фашизмом, то теперь, кажется, большинству постепенно становится очевидно, что это война Путина с будущим сегодня. Война с той неизбежностью, которая приведет и к перестройке российского государственного механизма. Слово «перестройка» сильно скомпрометировано. Не зря мы сегодня пересматриваем и 90-е. Но это приведет, безусловно, к гораздо более серьезным трансформациям России, нежели просто путинский уход. То, что это война с будущим, всем становится понятно. Отсюда все эти разговоры про экзистенциальную невозможность проиграть. Меняться очень уж не хочется, понимаете, соскакивать с круга. А ездить по этой карусели уже тошнит. Тошнит в самом буквальном смысле, в таком, я бы сказал, ну, была такая, и есть, собственно, такая болезнь Миньера, которая возникает от кризиса вестибулярного аппарата. Мы слишком долго испытываем головокружение от этой карусели. Происходит сейчас вещь гораздо более значимая, чем масштабная американская помощь Украине. Происходит в России растождествление Путина с Отечеством. Эта война не отечественная, это война путинская. И люди начинают это понимать. Я, кстати говоря, не знаю, где прошел вот этот рубеж. Прошел ли он по линии наводнений в Орске. Прошел ли он по линии путинских реакций на происходящее, потому что человеческих слов от него так и не дождались. Проходит ли это по линии абсолютной криминализации российского фронта, когда преступники, вернувшиеся со СВО, снова берутся за любимые инструменты и продолжают расчленять уже в мирной жизни, попутно рассказывая о своих подвигах. Как бы то ни было, мне кажется, сегодня происходит... Я не знаю, из чего я при этом исхожу. Поэт же никогда не может своей интуиции как-то объяснить. Но у меня есть чувство, и это не вышел тенкинг, я очень много читаю материалов, у меня возникает ощущение, что эта война становится все менее народной, она и не была народной, в общем, и все более верхушечной, и все более путинской. И эта трансформация гораздо более важная для будущего, чем любые материальные вспомоществования Украины. Владимир Путин спрятался в Новоогорёво, продолжил вести свою бункерную жизнь, возможно, с этим тоже отчасти связано вот это вот растождествление, потому что едва выиграв выборы, якобы выборы, якобы выиграв, ну, предположим, что выиграв с этими невиданными 86%, он же так и не появился перед людьми, да, и вот люди, которые так его якобы массово поддержали, они же не увидели своего лидера ни разу, потому что он не вышел ни к людям, людям, которые были в ужасе от трагедии Крокуса, он не поехал в Орск, не поехал в Курган, он спрятался и сидит. Понятно, что просто люди, мне кажется, это самое страшное для Владимира Путина еще с эпохи подлодки Курска, общение с женами и матерями подводников, вот с тех пор он боится к людям ходить. И, наверное, вот это вот растождествление и произошло по линии «хорошо, ты же наш национальный лидер, почему ты не можешь к нам выйти в трагическую минуту?» Отчасти по этой, а отчасти еще по одной. Понимаете, вот сейчас я начну впадать в сталинизм, мне бы этого не хотелось. Дело в том, что, понимаете, у вас на один день разница с Лениным в вашем дне рождения, а у меня на один день со Сталином. И, кстати, мы родились в один день с Саакашвили практически одновременно, так что это лишний раз доказывает, что зажатые между Саакашвили и Джугашвили я все-таки психологически имею весьма мало с ними общего, если считать того, что я женат на Кипхешвили, чем очень горжусь. Но я не хотел бы впадать в сталинизм, но здесь, понимаете, есть одна фатально важная штука. Война 41-го года, и Вторая мировая, и Великая Отечественная, как ни назови, это была война не за Сталиным. Советский Союз в это время представлял некую силу, на которую с надеждой смотрели трудящиеся всего мира. Я тут прочел в одной сетевой дискуссии, не безинтересной, кстати, она ведется профессиональными историками из той страны и из другой, а нелепо было бы думать, что среди профессионалов нет сталинистов. Да полно. И вот они, вспоминая Сталина, они все сходятся на одном. Сталин воспринимался как альтернатива Гитлеру. Все-таки СССР воспринимался как альтернатива фашизму. Сегодняшние параллели с фашизмом и вознесения Ильина, и, так сказать, реанимацию Дугина, которого уже в 90-е годы никто всерьез воспринимал. А сейчас вынужден воспринимать всерьез, потому что именно он нашептывает Кремлю основные геологические тезисы. Понимаете, это была все-таки со стороны СССР война Маркса, а не война Ренагенона. Война, ну, не скажу ленинизма, ленинизм – это учение о политической конъюнктуре, но, по крайней мере, это было воплощение древней мечты человечества. Это было столкновение будущего с самым архаическим прошлым. Я не говорю о том, какова была практика. Практика советского государства была чудовищной. Я говорю о том, что был начертан на знамёнок. На знамёнок Советского Союза было начертано «Вперёд в будущее», а на знамёнок сегодняшней России, как это, собственно говоря, и подчёркнуто у Умберта Эка, у УСЦ «Вечный фашизм», там «Вперёд в прошлое». И вся история со времён «Титанов» прошлого рассматривается по-дугински как масштабная деградация. Поэтому вот чувство принадлежности к правой стороне – это же довольно дорогое чувство. Всё-таки Советский Союз, он выиграл на ощущении, что какова бы ни была практика этого государства, но он отстаивает ценности просвещения, он отстаивает вечные ценности, которые человечество ставило в угловую угла. Ну, свободу, ну, право на творческую реализацию, ну, наконец, пусть неравенство людей, и равенство людей не бывает, но равенство возможностей. Современная Россия, она отстаивает максимально нетворческую философию. Философию, которая состоит из запретов, рестрикций, ограничений. И что самое печальное, из лицемерии, из самого пещерного фарисейства, это такая идеология Удушки Головлёва. И, кстати говоря, Дугин очень похож на двух персонажей русской литературы, на страшного Гоглевского, Муразова, вот эта дико откровенная фамилия, и на страшного Иудушку Головлёва с его плетением зверских, жестоких, абсолютно бесчеловечных словес. Я не хочу этим сказать, опять же, понимаете, что Советский Союз там в 41-м году отстаивал безоговорочно правое дело. Советский Союз в 41-м году был альтернативой фашизму, безусловно, но укрепилась-то в результате сталинская власть, власть абсолютно людоедская. Но, тем не менее, на фоне фашизма Советский Союз – это какой-то, понимаете, просто триумф прогресса, если взять тогдашнюю идеологию советскую, то, что, по крайней мере, официально отставилось. Потом, конечно, на войне, на волне национализма совершенно пещерного, на волне самообожания к 47-му, 49-му году здесь выстроилась идеология гораздо более кровавая, уже никакого отношения к модерну не имевшая, антисемитизм, который тоже оказался очень контагиозем, понимаете. Михоэлс уцелел в Великой Отечественной, но погиб в ближайшее время после этого именно на волне отечественного антисемитизма. Но, тем не менее, война 41-го года, вот ничего не произошло, она была народной. Она отстаивала для всего мира, и она спасительной оказалась для мира, она отстаивала для всего мира то, ради чего стоит жить. А Дугинская Россия, Путинская Россия – это отстаивание того, ради чего можно умирать. Понимаете, есть некоторая разница между Жуковым и Пригожиным. И хотя огромный, вот это тоже важный параллель, понимаете, огромное количество людей, воевавших, имело тюремный опыт. И об этом, кстати говоря, написана пьеса «Леонова нашествия». Там речь идет о том, что там бывший враг народа вернулся незадолго до оставления города. И вот мы, там сказано открытым текстом, мы, может быть, нелюбимые твои сыновья, но мы твои самые верные сыновья. Твоя официальная власть побежит, а мы останемся тебя защищать. Именно потому, что мы прошли испытания твоей тюрьмы. Бергуль же говорил, если бы не тюрьма, мы бы блокаду не пережили. Так вот, у меня есть ощущение, что между, условно говоря, тюремным опытом Пригожина и тюремным опытом Бергульца есть некоторая разница. Знаете, когда в патриотизме расписываются люди, которые были посажены Сталином без вины, а их единственной виной была некоторая яркость и, условно говоря, нонконформизм, то и то не усердно. То сегодняшняя криминализация армии, жизни, речи, а вот сегодняшняя пацинизация России – это явление совершенно другого порядка. Мы, невзирая на вот эти страшные внешние исходства, нельзя не заметить, что это попытка свежей кровью наполнить абсолютно... Не новым вином, не новым вином наполнить старые мехи, а свежей кровью наполнить старые сосуды. Не наполняется, не получается, не набивается заново чучело этой идеологии. Идеология Советского Союза... Ужасно это звучит, я понимаю, но идеология Советского Союза была жива. А это мёртвая идеология, это мертвичина, это вообще культ смерти и, ну, такие восставшие из ада, такая философия зомби. И правильно совершенно сказала Майя Туровская, вероятно, величайший кинокритик в российской истории, мы думали, что после Советского настанет русское, а после Советского настало мёртвое. И вот так не ужасно это правда. А свежая кровь, и я, честно скажу, с удовольствием наблюдаю за этим конфликтом, который у нас на глазах сейчас развивается, свежая кровь взбунтовалась против этой идеи смерти. Студенты РГГУ категорически против создания в их университете центра Ильина, который Дугин возглавил, потому что РГГУ давно уже не тот Невзинско-Афанасьевский университет с потрясающими гуманитарными факультетами, это давно уже весьма такое патриотическое нечто, гораздо более близкое к историко-архивному советскому. И вот они взбунтовались. Сегодня я прочитал новость, что такой же центр Ильина открывается ещё и в Педе имени Герцена. То есть больше, более разрастаются центры Ильина, а студенты по-прежнему выходят с протестами, маленькими протестами, запуганные студенты образца 2024 года против вот этого насаждения эльинско-дугинских идей. Их в ответ обвиняют в том, что это они фашисты, они украфашисты, они работают на кровавый запад. Но мне приятно наблюдать вот эту биологическую дискуссию. Нет, ну, мне грех сказать, я с Умберто Эко познакомился на лондонской книжной ярмарке, значит, как всегда надёжным паролем послужило имя Жалковского, и с криком «Авик здесь!», хотя он не был здесь, Эко увёл меня, значит, со стенда и под завистливыми взглядами российской делегации, ну, значит, полчаса прогуливались, и он мне отвечал на вопросы. А вот тогда-то он и сказал, что сегодня, правда, он не первый это сказал, сегодня самым надёжным критерием фашизма являются самые громкие обвинения в фашизме всех оппонентов. Вот если вы всех вокруг себя называете фашистом, то велика вероятность, что вы в зеркало смотрите. И тут вы, конечно, не совсем правы, назвав РГГУ Немзлинско-Афанасьевским, я думаю, у многих Афанасьевцев это покоробит, Афанасьев и сам не был, как вы понимаете, образцом нонконформизма, бывали у него и конъюнктурные ходы, но всё-таки я помню, что появление Невзлина в РГГУ тоже вызвало определённые протесты, и студенческие, и научные. Я не хочу этим добавить свой камень в огород Юкоса, и не хочу я этим никак Немзлинско-Принизить, но тем не менее Немзлинско-Афанасьев это фигуры разного калибра и, главное, разные профессии этих людей. А вместе с тем, вот насчёт студенческого протеста, тут интересная штука. Вот здесь вы, в общем, попали в нерв. Дело в том, что примыкать к отрядам людей, ругающих молодёжь, это как раз и значит преждевременно состариться. Я очень рад, что со мной этого не произошло. Слава Богу, молодёжь даёт мне, пока наша молодёжь, как в фильме «Курьер», я знаю нашу молодёжь, я каждый день смотрю телевизор, но, в общем, наша молодёжь даёт мне, скорее, основания для оптимизма. Ну, это сколько мы её ругали. Мы говорили, да, что они все комформисты, что они не готовы выходить за свои права, что то ли дело протестные деятельности студентов 1905 года, когда там студентов стали в армию грести, то ли дело шестидесятники с их протестом, дети 20-го съезда. Всё в порядке у этих ребят. Просто, вот знаете, наверное, я печальную вещь скажу, но у этих людей нет такого события, которое сделало бы их детьми определённый путь. Вот про людей 56-го года мы можем сказать, это дети 20-го съезда. А про нынешних детей мы можем только сказать, что это поколение обнуления. Это люди, при которых, вот в чём нельзя отказать Путину, так это умение всё собой маркировать. Он действительно сделал обнуление словом упохи. Он обнулил всё. И обнулил он не только советскую историю, в общем, он обнулил историю Российской империи, которая обречена теперь вместе с ним пересматривает свои самые фундаментальные основания, а не просто путинскую эпоху. Сегодня вопрос стоит вообще о том, выдержит ли дальнейшую жизнь, дальнейшее соревнование с миром вот этот страшный вертикаль, который ничего, кроме репрессий, не имеет, и всё ещё не насытилась. Они всё ещё кричат, что мало крови, мало расстрелов, Сталина на вас нет, вот действительно, значит, мало голов летит. Это какой-то вампиризм, когда действительно никаких навыков не осталось. У Мамлеева в одном рассказе, кстати говоря, Мамлеев же был учителем Дугина, но он, в отличие от Дугина, был человеком умным. Вот он такой оказался пророк своего времени, и у него в одном из рассказов были описаны мучительные попытки вампира пересесть на другую диету, менее кровавую. А ничего не получается, от любой другой диеты у него начинается кровавый понос. Вот это очень точное было обозначение. Нельзя вампира ни на что пересадить, поэтому империя, по всей видимости, вспомним книгу Зыгаря, действительно должна умереть, она должна радикально переформатироваться и перестать быть империей. Возможно ли? Это посмотрим, но в любом случае ясно, прошлое прошло, Путин это обнулил. И вот смотрите, какая любопытная штука. Если называть нынешнее поколение детьми обнулением, то в известном смысле с этим действительно экзистенциальным вызовом они в общем справляются, потому что у них есть готовность отчаянно искать корень и отчаянно начинать сначала, причем начинать не новый круг сначала, а начинать новый исторический конструкт. Я вижу вот в этих детях, кому сегодня от 16 до 20 лет, тот радикализм и ту решимость, которой не хватало остро нам в 85-м году. И даже я должен сказать, может я только о себе говорю, не знаю, но мне казалось как раз, что в 85-м году многими владел страх вот таких глобальных, катаклизмов, глобального разрушения, потому что, ведь понимаете, как во всякой революции первым гибнет то, ради чего она затевалась. Я понимал, что Советский Союз стоит терпеть ради его культуры, какой-никакой, ради его просвещения. А сегодня я не могу ни одной вещи назвать, реально ни одной, ради которой стоило бы терпеть путинскую Россию. Ну, понимаете, единственная как раз, единственная вещь, которая меня как-то останавливает на пути ее тотального отрицания, ну, жалко людей, жалко детей, чья жизнь очень сильно переменится. Но ведь если она не переменится, то он их просто задушит. Это будет еще одно задушное поколение. Тут выбор очень простой. Либо вследствие там обрушения системы людоеда, жилища людоеда, часть кровавой пищи им для себя заготовленной пострадает, либо он их все просто сожрет. Понимаете, ну вот есть дракон, да? Если дракона не разрушите, вместе с ним не разрушить другомистра, там, ну, всю систему социальных связей этого города, то есть и Эльзу съедят, и всех остальных, кто придет после Эльзы, съедят. То есть, вот выбор между петлей и удавкой, как говорил Цветаева. Поэтому, мне кажется, я думаю, что я прав, и думаю, что слушающие нас сегодня люди в этом возрастном диапазоне меня поддержат. сегодня младене владеет гораздо более радикальная тяга к переустройству, нежели нами в 85-м году. Скажу больше, в 85-м году было о чем жалеть, а сегодня я действительно не могу назвать ни одного ремесла, кроме пыточного, которым бы путинская Россия преуспела, которым бы у нее были какие-то ноу-хау. Кроме кровавого шантажа, чудовищного лицемерия и полной готовности бросить мир в тупку, ядерно, не важно, я не вижу в путинской России ни одной всемирно значимой тенденции. Мы начали разговор с экзистенциальной проблемой выхода границам 1991 года. Хочу с другой стороны к этим границам подойти, точнее Мария Певчих к ним подошла и вот выявила эту экзистенциальную проблему подхода к границам 1991 года. 7 мая 2024 года Владимир Путин в пятый раз формально станет президентом России. Зачищенные улицы, кортежи, золотые залы и клятва на Конституции. И 25-й год несменяемой власти. Одни и те же лица, одни и те же пустые слова и обещания, фальшивые выборы, посаженные и убитые оппоненты, а теперь еще и война. Как это вообще возможно? Как мы оказались в этой страшной точке? Где и почему повернули не туда? Я уверена, вы все об этом думали, об этом невозможно не думать. Именно на эту тему написал один из своих последних больших текстов Алексей Навальный. Частью ли уничтожения всей системы, чтобы чего-то заново построить, является этот фильм? И должны ли мы тем самым посмотреть на это, как на уничтожение всего того путинского, что сегодня существует, и не жалеть, и не пытаться 90-е оправдывать, и смириться с этой экзистенциальной проблемой границ 91-го года в нашем сознании и отношении к 90-м как таковым? Ну вот, Ренат, это вы, как всегда, примаете его больное место. А многие рассматривают полемику вокруг фильма певчих как дурной знак, что вместо того, чтобы объединиться, мы разъединяемся. Проблема в том, что и Христос сказал, не мир, но меч я принес. Ведь нам придется так или иначе размежевываться. И дело даже не в этом. Просто пошла полемика чрезвычайного масштаба. Это для всех очевидно. Связана она, и это вывод очень оптимистический, нам нужно сказать, с довольно глобальным пересмотром не только 90-х, но и всех российских основных фундаментальных ценностей. Вот это была такая... Почему я об этом говорю сейчас уверен? Потому что я вот об этом самому и пишу роман. Вот этот роман Жозеил, он как раз об этом базовом пересмотре. А с чем это связано? Была больная система. Система, главной целью которой было не развитие, а самосохранение. Система, которая выбрала циклическое движение вместо поступательного. Система, когда всем управляла одна довольно кровавая секта, называвшаяся сначала опричниками, потом чекистами, а в промежутке третьим отделением или тайной канцелярией. Никаких принципиальных границ у нее не было, никакой разницы. Это была система, которая умеет только запугивать и только ловить. Мне могут возразить, что у этой системы было болезненное последствие некоторое. Это да, у нее на этой базе формировалась великая культура. Но вот давайте теперь, наконец, назовем уж вещи своими именами, на чем формировалась эта великая культура. Она формировалась на противопоставлении базовым взаимопусловленных вещей. Это довольно интересная тема литературная, но это искусственная, больная тема. Она существовала, эта вся литература, на конфликтах трех типов. Первый – это конфликт личности и общества. Кстати, все эти три конфликта уже исчерпаны, на них больше писать нельзя. Как говорил Замятин, русская литература высосла тот небольшой клочок почвы, который был ей дан в удел. Первый – конфликт личности и общества. Этот классицистский, устаревший, тоже искусственный конфликт, он уже к 17 веку благополучно перестал существовать, а в России до сих пор существовал. Как будто личность, возможно, без общества. Как будто общество может существовать без личности. Второй конфликт, тоже абсолютно искусственный, это конфликт закона и порядка. Как будто возможен порядок без закона. Ну, если хотите, назовите это конфликтом закона и произвола. А на самом деле, кстати говоря, фильм Певчих именно о том, что Ельцинское время было временем произвола, а вовсе нет законов, рынка, общества и так далее. Нет порядка без свободы и нет свободы без порядка. Это еще одна взаимообусловленная история. И третий конфликт, ну, как бы его частный случай, это конфликт отцов и детей, но если говорить шире, это, условно говоря, главный конфликт русской любовной лирики и русской любовной романистики. Это конфликт с сильной женщиной и слабого мужчины. Я могу вам объяснить, почему это так происходит, а вы без меня знаете, собственно говоря, ну, там, я не знаю, Катерина и Борис. Дело в том, что, как сказал Добролюбов, самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Женщина в России не встроена в социальную иерархию, поэтому ей не надо гнуться. Поэтому женщина в России по определению или Гоголевская, Уленька, Бетрищева, гениальное его прозрение, или Тургеневская девушка, или женщина русской революции, это женщина, которая не гнет ни помыслов, ни шеи по-пушкински, это женщина, которая не обязана все время гнуть спину. И поэтому возникает конфликт сильный, действительно сильный женской сущности и слабого, конформистского, не желающего брать ответственность мужского начала. И, как всегда, первым об этом определяюще высказался умница Николая Гаврилович наш Чернышевский, который написал статью «Русский человек на рандеву». Трагедия в том, что на этих трёх искусственных конфликтах существовала русская культура. И русская культура, кстати говоря, она во многом такое же искусственное, я бы сказал, болезненное образование, как вот амбра в желудке кашалота. Это драгоценное вещество, но считается, что это признак болезни, но одна из версий. Русская культура это экзотический цветок, душный, неприспособленный для жизни теплицев, который уже количество СО2 зашкаливает. И у меня есть сильное подозрение, что главные конфликты русской культуры, равно как её проблематичный статус, закончились. Но посмотрите, ведь русская культура всё время выбирает, это тоже ложный выбор между свободой и государством. Ведь если мы будем говорить правду, мы не будем патриотами. Очевидно же, что это ложный выбор, потому что кому нужны патриоты вечно лгущие, кому нужен идеолог, который по-дугински говорит, не может быть больше никакой критики ни в адрес военных, ни в адрес власти. Это же тоже война и искусственная ситуация. Да, сегодня время такого радикального пересмотра. И я говорил уже, у нас с вами есть серьёзное основание для оптимизма, то, что вся страна, ну, по крайней мере, та её часть, которая ещё не совсем заткнулась, вся страна спорит о 90-х. Так это ведь потому происходит, что 90-е-то они наступили опять. Нас сегодня, конечно, ждёт смута гораздо большего масштаба, там 90-е покажутся пряниками, но надо вам сказать, что действительно оттянутая пружина бьёт больнее. Те перемены, которые в России назрели, простите меня, с опричных времён, и которые всё время отсрочивались то внешними войнами, то внутренними репрессиями эти перемены всё равно придут, всё равно люди начнут жить по-человечески, начнут жить в соответствии с базовыми ценностями, эмпатией, солидарностью. Главной ценностью всё равно для человечества остаётся творчество, а не запрет, потому что запретом ничего ты не построишь, как Александр Грин говорил, репрессиями карательными ты не сделаешь живой блохи, деньгами ты не сделаешь живой блохи. К сожалению или к счастью человечество движется вперёд не доносами, а стихами. Понимаете, вот эту любимую фразу Чехова писал всех, кроме стихов и доносов. Не доносами, а стихами человечество движется вперёд. Система, в которой Дугин рулит, Аберкович сидит, и Петричок, кстати, там у Петричок тоже день рождения, насколько я помню, тоже я его поздравляю. Система, если ошибаюсь, то поздравляю всё равно, она стала главным драматургом Европы, пусть такой ценой. Система, при которой поэты сидят или их травят, а не поэты, антипоэты, антилюди рулят страной, это больная система, неправильная. И поэтому, мне кажется, бурная дискуссия о 90-х, вот рискнув сказать страшную вещь, она порождена тотальным ощущением какой-то генеральной болезненности, генеральной неправильности, отсутствия резондатор, причины быть. Я не понимаю, чем эта система будет оправдывать себя. Даже при советской власти у неё было, что предъявить своё оправдание. Сегодня абсолютно нечего. У нас нет даже таких болезненных, уродливых явлений, как вот грипп вырастает на гнилом пне, таких явлений, как таганка. У меня, кстати говоря, хватает абсолютно объективности понимать, что мой любимый театр, который, между прочим, у Зиновьева описан как театр на Ибанке, у меня, река Ибанка там течёт через город Ибанск, у меня хватает терпимости понимать, что моя любимая таганка, мои любимые шестидесятники, моё любимое экзистенциальное кино 70-х, всё это были больные, плоды больного дерева. Они существовали, но существовали, как, знаете, как чахоточное дерево у Пушкина. Это прекрасное, но изначально глубоко болезненное, нежизнеспособное явление, именно поэтому первые же глотки свободы их разрушили, как гибнет пальма, разрушившая свою теплицу. Я как раз дискуссию вокруг фильма певчих считаю, знаете, очень серьезным и очень позитивным явлением, как и сам фильм. Вот, знаете, температура, вот многие же боятся, когда температура высокая, так высокая температура, мы с вами знаем, это иммунный ответ, это означает, что организм борется, что его иммунная система работает, и сам градус, сам накал этих дискуссий, а 20 лет, как там, 30 лет, как миновавших, 90-е, это все-таки показатель того, что кое-что живое в России есть, и это живое совершенно не хочет мириться с заталкиванием в Дугинско-Путинский групп. И совершенно с вами соглашусь, меня единственное смущает в этом фильме, что во времена стихов все равно создаются фильмы-доносы, что предатели это тоже немножко донос, донос поколению на непроработанное десятилетие. Вот, типа, посмотрите, мы вам сейчас донесем на тех людей, которых, конечно, нужно снести, чтобы построить новую Россию, как бы болезненно не было для этих людей. Но тут как, я вспоминаю каждый раз Валерию Ильиничу Новодворского, который говорил про Советский Союз, я понимаю, что и меня это время, и эта волна должна снести, меня, человека, помнящего очень хорошо в 90-е и выросшего в 90-е, чтобы на мне что-то новое построить, и просто нужно с этим смириться. Валерию Ильиничу, это вот я вас простите, я вас хочу в этом разубедить, потому что это такой тоже больной нарратив русской культуры, да, и вас, кто меня уничтожит, встречаю приветствуем гимном, вот эти грядущие гунны брюсовские, это, да, там что-то с обвением сгложит, что, ведомо, было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветствуем гимном. Это такая глупость, не глупость, это самобичевание совершенно неуместное, ну или там Павел Коган, который говорит, я с облегчением падаю под трактор, вот эта убежденность, что история должна нас снести, это неправильно, что мы должны принести себя в жертву, чтобы быстреествовало будущее, это тоже ложная оппозиция, какое же будущее, которое живет, значит, такими гадкими инстинктами, и я не думаю, что главная идея вот этого фильма, она доносительская, ой, сейчас будет минутка самореклама, мы в новой газете затеваем такой сейчас лекционный цикл, я буду читать цикл лекций под названием «Поэтика и прагматика доноса». У доноса есть своя поэтика, то есть для того, чтобы он действовал действительно убедительно, для того, чтобы он позволял власти как-то прислушаться к доносчикам и в известном смысле отождествиться с ними, донос должен быть правильно построен, он должен быть грамотно интонирован, вот большинство доносов, например, которые пишут так называемый «Союз» 24 февраля, «Союз писателей святанутой ориентации», они неправильно написаны, плохо, или там донос, скажем, о Марине Ахмедове, на Татьяне Сергея Никититых, он тоже неправильно написан, он фактически неверен, он интонационно визглив, особенно если учесть, кто Марина Ахмедова и кто Татьяна Сергея Никититых. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя. Она там про меня очень хорошо пишет, значит, писатель Быков с забродившим мозгом насылающий на нас продукты своей умственной деятельности. Кто на вас насылает? Марина, напомнитесь, вы не моя целевая аудитория, я для умных пишу, а вы-то здесь при чём? Как себя вписали в эту категорию? Я возвращаюсь к проблеме доноса. Фильм «Певчих не донос», потому что прагматика доноса, как правило, вот, вот, наконец, я могу спорвать, всегда вам спасибо за то, что мозги просыпаются от разговора с вами. Прагматика доноса, другая, донос – это, как правило, бескорыстное наслаждение доносчика. Это не то, что он надеется обязательно получить, там, квартиру доносимого, статус доносимого, нет, это чистое наслаждение собственной мерзостью, это, в известном смысле, такие подпольные эмоции, записки андеграунда. А в данном случае, как раз, фильм «Певчих», он продиктован болью, он продиктован реальностью, а он, кстати, у меня представитель будущего пришел, чувствую, что речь идет о нем, и принес символ будущего ракету. У меня вот тоже удивительная штука, ребенок, не получив никакого советского воспитания, играет исключительно с космосом, требует, чтобы ему покупались космические игрушки, космические книги. Вчера в магазине «Лабиринт» в Принстонском выбрал себе сам книгу о космосе, «Меня интересует кон, мы не можем жить без космоса, чистый бронзик такой пошел». Это тоже о многом говорит. Фильм «Певчих» продиктован мучительной тоской по отнятому будущему, мучительной эмоцией пройденной жизни. Кстати, вот, Ренат, и вам я скажу жестокую вещь. Вам 38 лет, это время масштабных государственных свершений, а люди вашего поколения загнаны в разговоры. От вас зависит сегодня, непосредственно от вас и от ваших единомышленников зависит спасать то, что уцелело. А обратите внимание, ведь вы себя чувствуете на 18. Это не потому, что у вас со здоровьем все хорошо или в качалку вы регулярно ходите, насколько я знаю, и не потому, вы чувствуете себя молодым, что вы духовно молоды, а потому, что вам не дают никак заняться вещами, которые являются признаком зрелости, государственным строительством, новыми институциями. Я себя чувствую на 24 года, при том, что мне 56, а это, в общем, Нитрасов уже помер, Фибродский находится в шаге от смерти. Не потому, что я себя с ними сравниваю, а потому, что 56 лет это, вообще-то говоря, возраст, в котором государственные мужи уже дают зрелые советы. А мы люди от срочной жизни, мы 24 путинские года не жили, а тормозили естественную необходимую эволюцию. Помните, был такой черкесовский термин «чекистский крюк»? Страна удержалась на крюке. Так надо, в общем, понимать, что она на этом крюке висит, а не живет и развивается, и она на этом крюке дергается, уже почти задушенная. Поэтому насчет доноса это не то, это интонация мучительной боли за отнимаемую жизнь. И я абсолютно убежден, кстати говоря, вот печальное тоже наблюдение, как только настанет реальность, как только мы выйдем из теплицы, из этого гипнотического транса, мы начнем быстро стареть. Потому что ситуация отсроченной жизни, она способствует надеждам, вечному откладыванию. Нет, мы состаримся очень быстро, мы догоним свой биологический возраст. Но честное слово, вот ради этого, пожалуй, я готов состариться. Потому что старость это не всегда плохо, старость это возраст трезвости. Хочу еще одну тему коротко наверное с вами успеть затронуть, несмотря на то, что ракета зовут. Я понимаю, что ракета зовут не просто так. Огромный привет поколению будущего. Пойдем, господи, пойдем мы сейчас уже пускать эту ракету, но я я ему обещал просто это с утра, но это не значит, что мы должны не договорить. Да, да, пойдем, идем уже, но дело в том, что мы должны договорить. У меня есть ответственность не только перед Бубзом, но и перед моим старшим сыном, которому 25. Так что, Андрюша, я это все для тебя говорю, любимый. Да, пожалуйста. Создали у нас совет, который будет изымать книги, и первые три книги уже изъяли, «Сорокинское наследие», потом «Болдуин» и «Каннингем». Кстати, у Каннингема «Дом на крови света» есть экземпера, им лично подписаны, он как-то проезжал на дождь в эпоху моей работы на дожде, и вот я радостно к нему подбежал в гримерку и попросил эту книгу подписать. Что дальше? Ваши книги окажутся в этом списке? И будет ли это для вас наградой? Одной из наград? Мои книги, мои книги, давно изъяты из продажи, их не выдают в библиотеках, они, если и продают, что это для меня вдвойне приятно, на чёрном рынке по каким-то совершенно фантастическим ценам, а Кунин дороже. Но у Кунина и читать, надо сказать, гораздо приятнее. Тут видите, какая штука? Кстати говоря, когда приезжал к Каннингем, он приезжал не только к вам на дождь, но и к нам на СТФМ. И мы имели с ним принципиальную дискуссию насчёт эстетического радикализма. И он мне сказал, я говорю, ну а как же вот капоты? А он говорит, да ну капоты, кружевные занавесочки на окнах американского романа. Книга должна быть такой, чтобы она не могла стать бестселлером, чтобы её хотели запретить. Ну вот Каннингем дождался. Я думаю, что и капоты запретят и не за ЛГБТ, а капоты запретят просто потому, что он был абсолютно гениальный писатель. «О, принёс». Я знал, что он это принёс. Ну, Крисмана колорвы стикер, сейчас, сейчас раскрашивай, сейчас сделай. Я это к тому, что капоты, безусловно, своё получит, именно потому, что он гений, а на гениях в этой системе есть чуйка замечательная. И Каннингем, понимаете, вот какую судьбу делают нашему рыжему, ну в данном случае нашему не рыжему, но тем не менее, да, мы понимаем оба, что мы имеем в виду. Каннингем шикарный писатель. Он написал «Часы», наверное, самый пронзительный роман об одиночестве, о страшных предчувствиях. Он же всегда говорил, что Вирджиния Вульф это главный мужчина американской литературы, именно потому, что отвага в постановке последних вопросов. Будет ли новая волна изобретительства? Да, она будет. Она неизбежна. Будет ли изъятие книг из библиотеки? Будет, опять же. Но я все время, понимаете, всем хочу оптимистическую вещь сказать. Это не так надул. Потому что, понимаете, вот когда пишут нам, что фашизм недолговечен, люди обычно исходят же из реальной практики. Любые радикально агрессивные, радикально архаические течения, они за 12 там каких-то лет, а иногда и короче, история вообще ускоряется, они успевают вырыть могилу. Особенно это, когда фашизм дошел до развязывания внешней войны, и с этой внешней войны вверг мир в очередную страшную ловушку. А разговоры о том, что ну а как же а вот Салазар, а как же Пиночета, а как же Франка, во-первых, Пиночет довольно быстро начал трансформироваться в обычную такую, пусть более жесткую, пусть более гнилую, но все-таки латиноамериканскую диктатуру не фашистского типа. Во-вторых, и Франка, и Салазар это фигуры не того масштаба и не того качества, что Гитлер и Муссолини. Ну, там, и Стване испытания прошла в сидящем режиме, и Франка был респектабельнее тем, кто ему служили. Уж если иметь диктатора, то лучше иметь такого, конечно, тоже усатого, но все-таки не дракона. Это действительно, конечно, выбор опять не самый лучший, но это не был фашизм. Полноценный фашизм долго не сидит, он себя съедает. Поэтому то, что кастрейские запреты, то, что репрессии касающиеся творцов идут таким масштабом и такими темпами, это опять-таки показатель того, что общество прогнило до основания. И, кстати говоря, то, что эти запреты не встречают в обществе никакого одобрения, это тоже очень важно. Россию очень хорошо понимают, люди, которые борются с книгами, люди, которые борются со словами, с идеологиями, это люди, у которых не очень получается в реальности, не очень получается с реальностью первого порядка, то есть невербальной. И я, честно говоря, с горькой радостью приветствую вот это изъятие из продажи, в частности, да, не только книги Сорокина, за Сорокину я рад отдельно, но моих книг. Уметь свою рубашку ближе к телу. Мне это приятно потому, что быть легальным при этом режиме значит быть угодным ему. Слава тебе, Господи, что это не так. Благодарю вас, Дмитрий Львович, до встречи в будущем. Спасибо, еще раз, с днем рождения, увидимся, пока. Ну что же, и как обещал, в конце расскажу вам о женах Тимура Иванова. Иванова, Тимура Иванова, начиная пресечения без заключения по стражу. Устанавливает срок его содержания по стражу на два месяца на суток, до 23 июня 2024 года. Бывшая уже жена Тимура Иванова и мать его двоих детей Светлана Маниович, одна из самых известных и влиятельных светских львиц России на протяжении последних двух десятилетий, несмотря на развод, путешествует по миру и Европе на деньги, поступающие на ее счета от фирм, аффилированных с Ивановым и занимающихся, собственно, застройкой Мариуполя. До Иванова встречалась с Антоном Малевским, главой Измайловской ОПГ, одним из королей преступного мира России, владела московскими бутиками Роберто Кавалли и Дискверд, дружит с Филиппом Киркоровым. Нынешняя сожительница и возлюбленная арестованного кошелька Шойгу Мария Китаева, бывшая ведущая программы Вести, ведущая прямой линии с Путиным в 2011 году. Бывшая советница Сергея Шойгу, нынешняя советница директора Третьяковской галереи Елены Проничевой. Маша, вернись, пожалуйста. Брат Марии Китаевой, глава строекомпании Веспер, получающий все основные подряды на реконструкцию исторических зданий в Москве. Мать, Нина Китаева, многолетний первый зам бессменного начальника стройкомплекса Москвы, ныне депутата Госдумы Владимира Ресина. На дни рождения младшей Китаевой Ксении на днях пел вернувшийся в Россию Иван Ургант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин